С каждым годом все дальше уходят в историю события, связанные с афганской войной, с той братской помощью, которую наша страна и ее армия оказали народу Афганистана. Ежегодно 15 февраля в России отмечается День памяти о россиянах, исполнивших свой служебный долг за пределами Отечества. Именно в этот день, в 1989 году, последний советский солдат покинул афганскую территорию. Для многих с честью служивших там. Все, что связано с этой далекой горной страной, по-прежнему не заживающая рана. На торжественное мероприятие, посвященное 33-летию вывода советских войск из Афганистана, пришли ветераны боевых действий, представители местных властей и общественных организаций, воспитанники молодежных военно-патриотических объединений, жители города и района. Глава Славянского района Роман Синеговский отметил, что сколько бы лет ни прошло, время невластно над памятью. Сегодня еще раз хочется вспомнить и отдать дань уважения всем, кто прошел через ту войну. И тем ребятам, кто не вернулся домой, и нашим землякам, ветеранам Афганистана, которые многие годы занимаются патриотическим воспитанием молодежи, а также общественной работой. Все они с честью выполнили свой воинский и гражданский долг. Хочу отметить, что сегодня ветераны Афганистана и локальных войн, работающие с нашей молодежью, это именно те люди, которые принимают эстафету от ветерана Великой Отечественной войны. Вместе делают все возможное, чтобы наши дети росли чувством любви к нашей родине. Мы не вправе забывать о том, что было. С особым чувством пришли сюда, чтобы поклониться погибшим героям, ветеранам боевых действий в Афганистане и в других горячих точках. Через Афганскую войну за те теперь уже далекие 9 лет, с 79 по 89, прошло более полумиллиона советских солдат и офицеров. И мы не вправе забывать, военные люди шли на нее, следуя именно военной присяге. И тысячи военнослужащих Советского Союза отдали свои жизни, выполняя свой солдатский, свой армейский долг. Афганская война коснулась не только ее непосредственных участников, но и всего народа. Почти 15 тысяч воинов не вернулись тогда домой. Эстафету памяти продолжает нести патриотическое юношество, сверяя свои мысли и чувства с подвигами героев. Мы не только отдаем дань памяти погибших, но и выражаем признательность и благодарность всем, кто прошел путь войны до конца и вернулся домой из адского пекла. Благодарим вас за мужество, стойкость, активную и ответственную гражданскую позицию. Вы сильные духом люди и сейчас демонстрируете приверженность справедливости, принципиальную жизненную позицию, вносите весомый вклад в наше воспитание. Минутой молчания почтили собравшаяся память славянцев, погибших в Афганистане. Затем состоялось возложение венков и цветов к вечному огню и к мемориальной стене памяти. Это скромная дань памяти тем, кто не пожалев своей жизни, с честью выполнил свой воинский долг. Воин-интернационалист Сергей Бурбыко нес свою службу в бригаде спецназа в далекой афганской провинции рядом с иранской границей. Конечно, такое не забудется. Я знал, куда попаду, что попаду в Афганистан. И когда выбор был, идти или не идти туда, пошел, хотел испытать себя, на что я годен в этой жизни, на что дожусь, так сказать. Прослужил там полтора года. Наша задача была, мы выполняли, стояли на иранской границе и уничтожали караваны с оружием, которые шли со стороны Ирана. Это довольно-таки элитные, будем говорить так, войска. Одно из самых воюющих подразделений было. 20 человек группа выкидывали, и, ну, поисковое засадное действие, начинали караваны с оружием. И там вот именно познается, что такое настоящий друг, потому что, который у тебя прикроется спины. Моя бытность была то, что меня тоже раненого вытаскивал казах по национальности. Вот, и поэтому там чувство локтя и чувство дружбы очень сильно проявляется. В боевых действиях в Афганистане участвовали тысячи кубанцев. Более двухсот из них погибли. Сейчас ветераны ведут большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, делятся своим опытом. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».